Я, конечно, не могу вам точно все рассказать, что я знаю, но то, что я знаю, у бойцов нашей армии огромнейшее количество и в данный момент находятся. Если они находятся не в километре от Бахмута, то в трех. Поймите, Бахмут — это небольшой городишечко, где бои последних 8 месяцев измерялись сотнями метров. То есть мы говорим о Бахмуте как о каком-то невероятном сражении мирового уровня, которым он на самом деле является. Но то, что там происходило, это типа там 200 метров в неделю. Вот типа такого формата. Это огромная, просто нечеловеческая мясорубка. Ну, а бывало такое, что 500 метров в день? Бывало и 500 метров в день, бывали и по 2 километра в день, конечно. По-разному, видите? Ну, побывало такое, что 200 метров в 2 недели. Но вы же понимаете, что такие потери, такие потери никому не нужны, правильно? Соответственно, можно порадоваться и за нас, и за вас, правильно? Я бы не стал радоваться. Это какая-то немножко, это радость какая-то, ну, не знаю, немножко сатанинская, что ли? Сатанинская, это если бы я радовался тому, сколько там полегло, а я радуюсь тому, что там больше столько не поляжет. Это совершенно другое. Я вам скажу так. Если вы скучаете по тем временам, то, ну, что делать? Ни в коем случае я не скучаю по тем временам. Я хочу вам сказать, что, когда война не закончена и заканчивается какой-то фронт, например, какими-то результатами, это говорит только о том, что в самое ближайшее время откроется аналогичный второй. То есть война не закончена. Бахмут ничего не решил на поле боя, ровным счетом. И все эти восемь месяцев его обороны или на него наступления, с вашей точки зрения, в военном плане не решил ровным счетом ничего. Ровным счетом. Не произошло ничего. Может вам все-таки поспрашивать, поспрашивать получше ваших знакомых? Ну, хорошо, что надо сказать. Потому что все для этого готово. Это же понятно. И единственная причина, по которой оно не началось, это то, что в Бахмуте полегло столько войск, именно предназначавшихся для контрнаступления, что просто оно сейчас невозможно. Большинство из людей, с которыми я на сегодняшний день работаю, даже не находятся еще на линии фронта. Это полигоны Западной Украины, это Чехия, это Великобритания, это подготовка войск. Вы знаете, какие войска можно считать самыми дееспособными? Теми, которые на полигоне подготовились? Конечно же. Нет, те, у которых есть хороший жизненный боевой опыт. Какие все такие люди? Да у вас прям все такие. Вы знаете, у вас даже, наверное, когда доброволец приходит, прям с дивана встал, он уже сразу такой. Вот я прям верю у вас. Два месяца учебки, потом специализация. Большинство людей так. Ну и все. И после этого, в принципе, он уже может штурмовать. Да, почему нет. Да почему нет, действительно. Почему нет, действительно. Состави подразделение под руководством, вот самому этого командира может... Как у вас говорила одна там, а, не одна там, девушка когда брала в бахмуте интервью, когда там сказал боец, что новобранец живет в бахмуте 4 часа. Потом сказали, нет, нет, это все вранье. На самом деле 8 часов. Вот с полигона, который приходит... У меня есть друг, у меня есть друг Артем. Ну, конечно, в быту парень опасный, он там тоже по молодости много дрался, боксер такой. А вот он уже три раза был в бахмуте, и вот сейчас он, он был в отпуске в моем городе Сумы, и поехал четвертый раз. Он участвовал в контактных боях, участвовал в окопных боях, он там занимается... Сейчас он учится на аэроразведку. Вот он съездил туда трижды и едет четвертый. И как бы... И до этого он, кстати, он служил когда-то срочку в каких-то там начала 2000-х годов. То есть, он служил обычную крымскую срочку. Едет еще... На полигоне в Англии его готовили? На полигоне в Англии его готовили? Нет, он не ездил. Он закончил... Он учебку после срочки поехал в Десну. Может, поэтому и выжил? Да нет, не думаю. Есть у меня знакомые, которые приехали из Чехии, приехали из Англии, общался. Ну, снова-таки, та же самая Чехия, достаточно спартанские условия, как пацаны рассказывают. Очень много физдухи, очень много подготовки. Есть люди, которые едут там после 30-ти, и реально первые две недели просто блюют, потому что очень много физической подготовки. Зарубежная подготовка, кстати, достаточно качественная. Я знаю людей, которые вот у меня вот друг Костянчик, он мобилизовался в октябре месяце. Вот он до сих пор еще нигде не был. Они вот сядут на западной, и он говорит, что начинаем уже бухать, потому что скучно уже, потому что уже подготовились, отстрелялись, все уже морально, уже готовы, но никуда не отправляют. Вот их там бывает такое, им говорят, все, на следующей неделе на Запорожье. Потом не отмена, не на Запорожье. Но это не прям где-то далеко совсем, если там можно побухать. Да, десятки тысяч человек. Ну, блин, как ты понимаете, это такая штука. Это думаю, в любой армии, как в российской, как в украинской, если мужиков оставить со них, то это прям когда начнется. Ничего с этим не подделать, это проблема, конечно. Ну, просто я знаю, что чем ближе к линии фронта, тем труднее достать спиртное, потому что там начинается уже запрет. Непосредственно на линии фронта речь вообще не о спиртном. Там спиртное жестко запрещено. А на поликончике где-то далеко, ну, понятное дело, что иногда ребята выправляют. Но я так говорю снова-таки от скуки, потому что ребята действительно долгое время огромным количеством сидят и ждут какого-то приказания. Я думаю, вот этот разговор о контрнаступлении, это часть информационной войны, оно частично уже началось. Проблема украинского контрнаступления, конечно же, небо. У нас недостаточно авиации, чтобы провести это в Эстонии. Сейчас, собственно говоря, украинское руководство занимается тем, что собирают достаточное количество самолетов. Что-то уже есть, что-то еще будет. Конторнаступление, оно на то и контрнаступление, что оно будет внезапным. Ни вы, ни я не знаем, когда оно произойдет, а произойдет оно обязательно. Оно бы давно уже произошло. Идет вот это то, что называется первой стадией этого самого контрнаступления. Оно будет... Мощнейшая артподготовка аж до самой Москвы. Оно началось. Мощнейшая. Просто вот ракеты летят по всей России. Я вижу, как оно уже идет. Да вы представьте, никто никакую Россию бомбить не будет. В этом задачи нет. Во-первых, сон-то наши западные союзники не дадут нам бомбить Россию. Даже если придет такой момент... Да ладно. То есть, когда стрижи ваши прилетали на аэродром там куда-то, это не Россия была? Не, ну это военные цели. Подождите, военная цель на территории России это Россия или это отдельный остров? Это Россия. Россия, да? Так вы не противоречите там сами себе, нет? Ни кто не будет бомбить Кремль, потому что там нет военной задачи. О, слушайте, так вы, наверное, считаете, что это два беспилотника вот этих... Два беспилотника, которые на Кремль прилетели, это, ну, в смысле, там, Шойгу сам запустил, да? Я не знаю, что это было. Сейчас я почти уверен, что это ФСБ сработали. Правильно. Это, это, это всегда, это всегда правильная точка зрения. Сами себя обстреляли, да. Если в России происходит теракт, это всегда дело рук ФСБ. Ну, как бы, тогда было по-другому. То есть, стрижь, прилетевший, получается, на аэродром, это не ФСБ? О, нет, это не ФСБ. Не ФСБ, да? Ага. Если это военный объект, если это железнодорожный узел, если это нефтебаза, и если это военный аэродром, то это логично, что это наши службы работают. Но в чем задача? Представляете, вот украинская разведка. Они такие сидят и думают, что бы нам сделать? А давай запустим, чтобы по крыше Кремля бахнула какая-то хрень. Окей, прикольно. Как, с точки зрения новостей, просто замечательно. Ну, а в чем военная задача? Военные задачи ноль вообще. В чем смысл тратить на это ресурсы? Слушайте, вы меня прям поражаете. То есть, когда, например, по Донецку прилетает град, вот пакет града прилетел, да? В чем военная задача прям по городу градом долбануть? Ну, во-первых, давайте сразу выясним, что это за град был, откуда он прилетел. А, ну, тоже сами себя, да? ФСБшники подкатили. Ну, может, не ФСБшники, может, ГРУшники. Не, ну, вот реально, в смысле, и так каждый день практически, да? Каждый день? Каждый день прилетает Донецк. Снаряды, грады, блин, каждый день. Каждый день, вы уверены в этом? Вчера прилетало что-то в Донецк. Да все время, в смысле, я читаю ленту каждый день. По-разному, там, Петровский вот эти районы, еще какие-то там, короче, я уже... Попробуйте чуть-чуть фильтровать свою ленту. Задача вашей ленты, которую вы читаете, судя по вашей риторике, это полностью вас убедить, что ничего не происходит. Что украинцы, как всегда, бомбят Донецк, а мы героически уничтожаем этих... Подождите, а этого нет, да? То есть, вы, если вы об этом не слышали, то этого и нет, да? Да. Отлично, отлично. Это все кондиционеры. Тогда, если к вам что-то прилетит, я вам так скажу. Просто вот сядьте в позу лотоса и скажите, этого нет. Ничего нет. Этого всего не существует. Мне, ребята, в окопах об этом даже не рассказывали. Ничего не прилетело никуда. Я так вам скажу, это ваше право. Поймите. Ну, что думаете вы? Я вообще поражаюсь. Я-то сначала, сначала было подумал, сначала было подумал, что вы действительно, ну, такой вот конкретный человек, так, ну, в смысле, который вот не, ну, не бросает, скажем так, слова на ветер. Но вы же просто, ну... Такое ощущение, что у каждого украинца, у него в какой-то момент включается телевизор и все. И я вижу просто единый информационный телемарафон. Все. Вначале-то вы нормальные, а потом что случается вообще? Как так получается, что у вас просто включается вот это все? Что включается? Включается телевизор, телевизор, вы ретранслируете одно и то же, каждый человек говорит одно и то же. Вы этого не понимаете? Ну, я просто говорю вам взгляд со стороны. Каждый собеседник в какой-то момент начинает говорить одно и то же. Слушайте, я понимаю вас, но вы даже не представляете, насколько вы вещаете одно и то же. И что же я вещал вам? Да вы же, вы же даже удивились тому, что я вам правда не сказал. За бахмут, ничего не удивился. За бахмут, за тюрьмалого нет там и за прочие себе... Понятно, вам уже кто-то произносил тост? За бахмут? Да. Ну вот видите, все сегодня оригинально. Сегодня вы много чего узнали в своей жизни. Много чего должны теперь переосмыслить. Но если вы разумный человек, а если вы неразумный, то в принципе продолжайте в том же духе. Живите так, как будто вы в окопе. Вы не приехали спросить кого-то, вы в окопе. Вы видите только перед собой амбразуру. Все, ничего. Это ваш кругозор. Весь мир для вас вот. Можно вам вопрос? Давайте последний, я уже в общем... А то длинный ролик получится. Скажите, база НАТО в Очако и в Украине была, строилась? Там, по-моему, не НАТО, там вроде английская. Английская? Ну, можете ошибаясь, там вроде англичане что-то сделали. Да? Откуда вы это знаете? Я слишком-то не интересуюсь, честно говоря. Был список, где-то я смотрел, это очень давно уже было. Она не очень хочется интересоваться. Давайте, вы имеете мужество, если вы задали такой серьезный вопрос. Мужской прям вопрос. Имейте мужество и выслушать ответ. Я просто когда-то, давным-давно, видел список военных объектов зарубежных, которые есть на территории Украины. Я не помню. По-моему, там Очаков это был конкретно именно англичан. Может быть, я ошибаюсь. Все. Отличное завершение вашего ролика. Может быть, вы ошибаетесь. Это лучшие слова, на которых ваш ролик можно закончить. Естественно, конечно же. Мы все можем ошибаться, конечно же. Если вы будете с серьезным лицом уверенно заявлять что-то, скорее всего, вы не очень умный человек. Вопрос только в том... Вопрос только в цене... Нет, все.